Дорогие друзья, мы начинаем. Сегодня наша городская областная правительственная общественная организация проводит очередную встречу. Встречу с интересными музыкантами, творческими людьми, с авторами-исполнителями своих песенок Татьяна и Сергеем Еленовым. Перед тем, как передать им два злиправления, я сделаю маленькое объявление. 2014 год объявлен Годом культуры. И в этом году, конечно же, многие культурно-просветительские организации, я думаю, что по всей двери, по всей России будут сделать всевозможные мероприятия, где будут говорить о значении и значимости культуры. Наша организация культурно-просветительская обязательно тоже включится в этот процесс. И у нас будет большое количество мероприятий. Вот одно из них начнется в феврале. Это именно большой культурно-выставочный проект международный, который уже начался, который начался еще в 2012 году и идет по странам Европы и Латинской Америки. Он называется «Парт Рейха. История и современность». Организаторы этого проекта – Международный центр Рейха, поддержка этого проекта – ЮНЕСКО, Министерство иностранных дел Российской Федерации, Министерство иностранных дел тех стран, где проходит проект. И на российской стороне – это Всероссийское общество «Отрана памятника в истории культуры». Ну, во-первых, я приглашаю всех на эти мероприятия, которые будут в рамках выставочного проекта. Это февраль месяц. Ориентировочно мы начнем где-то 20-го... Открытие сделано 20-го февраля. Это не только картины, это не только документы, не только архивные какие-то, значит, документы, да? Это еще и картина Николая Константиновича, Садослава Николаевича. И самое главное – это местный материал, который мы забираем сейчас и хотим его показать. Это памятники истории культуры, которые мы, как культурная общественность, должны защищать. Но не только, наверное, мы. Государство тоже в первую очередь. Мы объявили к конкурсу детского рисунка. У нас дети будут и уже рисуют, и будут представлены эти выставки во время этого проекта. У нас, кроме этих мероприятий, в году запланировано еще большое количество мероприятий. И можно будет посмотреть на нашем сайте, в афише, раздел афиша, как проходят эти события. Но есть еще более простой путь. Мы сейчас отправим по едам такой списочек. У нас уже есть база данных, которые мы посылаем. Просылки, те мероприятия, которые проходят у нас, нужно просто что сделать? По желанию. Это только по желанию. Оставить свои координаты, свой контактный телефон, если хочется, лучше всего имейл. Ну и в этот наступающий, перед этим наступающим годом, годом культуры, я хочу всех поздравить с этим наступающим годом. и пожелать, конечно, большого здоровья, крепкого здоровья. Сел радости и, конечно, творческого, активного, культурного созидания во всем и всегда. А сейчас я передаю слово ведущей вечера Татьяне Чечиной. Добрый вечер, дорогие друзья. Несомненно, он будет добрый. Сегодня мы имеем возможность еще раз встретиться с замечательным творчеством дуэта авторов и исполнителей песен Татьяны и Сергея Левины. Я думаю, что здесь, наверное, в зале и нет ни одного человека, кто бы их не знал. Наверное, все вы слышали, видели их выступления. Но сегодня у нас особый вечер. Сегодня Рейниковское общество открывает, можно сказать, такой новый проект. Называется он «Разрешите вас спросить». Я очень надеюсь, что здесь будут выступать разные интересные люди этого города. Приходите, пожалуйста, мы будем вас приглашать. И будет много интересных встреч. И будет кого и о чем спросить. А сегодня у нас Татьяна и Сергей Левины. Прошу вас, наши дорогие гости, наши дорогие друзья. Татьяна Майдесса, автор-исполнитель песен, победитель, неоднократный победитель конкурсов, автор-исполнитель своих песен, как в России, так и в Украине, культуролог, педагог. Сергей, композитор, член Союза композиторов России, неоднократный победитель разных конкурсов композиторского искусства, артист Тверской государственно-академической филармонии камерного хора «Русский ортез». Поскольку у нас сегодня такой вечер, когда мы можем с ними говорить, о чем-то спрашивать, то я бы начала с какой темы, которая, может быть, чуть раньше, чем прозвучат вопросы. Вопросы, я надеюсь, будете задавать, конечно, вы. Можете, кстати, подавать их и в письменном виде. И давайте сюда записочки. Ну, вот эти два замечательных творческих человека когда-то появились на свет в разных местах. По земным меркам далеко друг от друга. Но судьба день за днем, год за годом приближала их встречу. И вот однажды солнце встало из-за гор. Ну, не в тот момент, когда они встретились. И, наверное, не в горном районе они встретились, хотя мы не поспрашиваем об этом. Так называется песня, которую они посвящают своему совместному творческому пути. И которая, так называется, солнце встало. Из-за гор восходит солнце. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы очень рады, что вы сегодня пришли к нам в эту прекрасную горницу, которую мы очень любим. И могу добавить еще в этой песне «Из-за гор восходит солнце» на такой образ таких идеальных нас, которыми хотелось бы быть, как хотелось бы жить. И этот образ нам помогает в какие-то непростые моменты нашей жизни. И из-за гор восходит солнце, А мы с тобой Его навстречу и идем Один такой Бездомное небо Это наш дом, а как раз Ступни на скале Это небеса Вчера смеялись дождем Откуда на флаг Проснулась листва Это наш дом Голубой Одна реку Мы с тобой Будем жить очень долго И каждое утро С любовью встречать Это наш дом Я слова А ты мелодия Танцевать Сплетая руки на узор Мы старим куплетом Песни долин Молчание огонь Ведь ладок Разноцветную нить И ладонью облака Окунуть Умывшись рассветом Музык урлить Это наш путь Это наш путь Это наш путь Музык урлить Окун Аплодия 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 Я могу представиться как-то Какой техник Вот здесь Вот такая техника В ограниченном количестве Поэтому мне придется Ну я думаю, что когда Случается встретиться в такой близкой обстановке с любимыми исполнителями. Хочется выспросить их обо всем. Но, конечно, временные рамки нашего вечера не позволят нам расспросить обо всем, обо всем, о наших дорогих гостей и рассказать обо всем, обо всем. Но я думаю, что не удержаться спросить о детстве невозможно. Пожалуйста, расскажите что-нибудь самое яркое или самое главное, что вы считаете о вашем детстве? Пожалуйста, Таталья. Мне кажется, что самое главное и яркое это немножко разное. Когда я думаю о главном, наверное, все-таки главным было то, что я училась в музыкальной школе. Хотя, честно сказать, не очень это мне нравилось временами, но благодарю моих родителей за то, что все-таки довели этот процесс до конца, пока это не перешло на какой-то более осознанный уровень. А если говорить о ярком, вот мне почему-то вспомнилось, как однажды мы пошли в лес за грибами, что было совершенно не характерно для нашей семьи, мы такие были, в общем-то, домоседы, городские жители. Я была, наверное, очень маленькая, потому что я вспоминаю, как мы вышли из леса вдруг на окраину, и я увидела что-то огромное и золотое, и оно колыхалось. И я спросила, что это, мама? Мама говорит, да это же пшеница. Ну, то есть, вот ребенок цивилизации, я помню, что я была потрясена, и я смотрела на это снизу вверх. Вот, и это было очень яркое, вот если говорить о ярком. У меня много очень ярких эпизодов из детства, насколько они главные, я не знаю. Мне, наверное, больше всего помнятся те моменты, когда я в весь летний период, в период летних каникул, даже до школьного возраста, и в школьном, и в училище, и потом переезжал к бабушке в деревню. Деревня находится в Калининском районе, хотя я сам родом не отсюда, я папа военный. Я родился в Дальнем Востоке, потом учился на Украине, где нашел Таню. А потом мы сюда вернулись, как бы на историческую родину моих родителей. Но с самого первого года моей жизни родители меня привозили сюда, к своим родителям в деревне. Я жил те три летних месяца, и это самые яркие воспоминания у меня, связанные с речкой, с домом. с печкой, с бабушкой. Некоторые технические моменты меня пронуждают перейти на этот микрофон, а значит, на эту сторону, но я здесь. Ну, а вы готовьте, пожалуйста, ваши вопросы, когда я передам микрофон в золо. У меня, естественно, следующий вопрос. Расскажите о вашем совместном творчестве. Как оно произошло? Как случилась та самая встреча, в конце концов, о которой мы тут сегодня уже рассказали? Ну, это такая история для нас очень важная, и мы так очень трепетно относимся к тому прошлому, которое нас познакомило. Мы учились, несколько лет подряд мы учились одновременно в музыкальном училище, но как бы так не были особо знакомы. А потом Сергей куда-то уехал. Это было не в Твери, это на Украине было. И вдруг он появился, а у меня уже были песни, и как-то зашел ко мне в гости, а мне как раз нужно было выступать в концерте. И я вдруг вспомнила, что Сережа хорошо играет на рояле. И я попросила его подыграть в одну из песен. Он сказал, хорошо, пожалуйста. И в тот момент эта песня еще была в процессе дописывания, до сочинения, и когда она уже почти была закончена, мне не хватало маленького проигрыша, там вставочки такой мелодической, никак не могла ее придумать. Потом думаю, ладно, не надо проигрыша, пусть будет так. Стала вспоминать Сережу номер телефона. А мы, музыканты, студенты тогда, запоминали номера телефона друг друга при помощи мелодии. Нота до у нас это было как один, нота ре, два, три, четыре и так далее. И я стала вспоминать Сережу телефон. И вдруг поняла, что это и есть проигрышка этой песни. Вот это и был наш первый совместный проект, который стал длиной в жизнь. Вот сейчас мы эту песню споем. Песня называется «В небесную дарь». «В небесную дарь» Я каждый полдень жду вестей, В машинном шуме слышу голос, Как мальский звук грозит потеет. Взгляд чужой терзает совесть, Но по ночам я выхожу. В пустынных улиц вижу лица, На небесную осна я гляжу, И кто, какой может, Лишь приснится. И растворяясь в темноте, Сдают дома, сменив обличья, Среди космических истерий. Он как малы и безразличный, Часом позже взойдет луна, Покутав мило своим покровом, Наполнив душу вонящим сонам, Своим обрядом верна. А за луною зайдет звезда, Поскользим своим сияньем, Напоминаем о вечной тайне, Зовем небесную дарь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Была еще одна песня, да, Сереж? Да, была еще одна песня. Если продолжать тему Начало творческого пути, На той же кассете, Которую мне тогда, много лет назад, Дала Таня, Была записана одна песня на украинском языке. Таня тогда много песен писала на украинском языке. Она мне про ничего не сказала, Вернее, не то, что ничего не сказала, Она говорит, послушай вот еще вот эту песню. Я послушал, и мне почему-то показалось, что она адресована мне. Тем более, если она обратила внимание на эту песню. Но как потом выяснилось, эта песня вообще была не про меня. Но я понял, что про меня. И, может быть, это сыграло очень большой роль. Не зря он это понял. Потому что я приехал из России, из Москвы, Я уже тогда год как учился в Академии Мени Месиных, А там были слова, что Ты расскажи мне про дорогу в степь, Как жила я без тебя, там, в общем, и так далее. Ну, может, я не знаю, нужно ли переводить ее? Да нет, мне кажется, языки настолько близки, что... Да, я думаю, что войны. Вот мы сейчас хотим эту песню показать. Дорога до степа. Это самая песня. Ты воспитай меня про дорогу до степы, Ты воспитай меня, как жила я доски. Субтитры сделал DimaTorzok По дихому вітру тебе пригорну до себе Ти розкажи мені, як тобі жилося Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Женька родить, как велика в мать и все свитит. У руках мягкий шагнина, до природы лепших свитит. Айовец, айовец. Как народить в мать и сына, так у боли житость идет до небес, до небес. Внимаю руки, тоже слухайте, не нарезы йоги. Ой, как народить в мать и сына родить, как в боли житость. В холле кидило, безумок и душу. Все не боли, безумок и душу. У любви, безумок и родить, как воли житость идет до небес. Дай ты, прошай в роду, ой, тихто подает воду. Дай ты, прошай в роду. Дай ты, прошай в роду, ой, тихто подает воду. Дай ты, прошай в роду. Но когда исполнители играют, то, пожалуйста, вот, может быть, если возможно, там расстеночки. И не забудьте выключить телефоны на всякий случай, поскольку у нас идет запись. Я хотела сказать, что такая магическая песня, правда, в хорошем смысле этого слова, мне вспомнилась история. Это было в Сыгнёре. Там проходил молодежный фестиваль, посвященный нашим великим поэтам русским. Вы знаете, это место связано с Николаем Уильевым, с Анной Ахмурой. И вот мы там были. И пока молодежь готовила эту площадку, там, костер, палатки, мы отошли чуть поодаль, и Татьяна и Сережа запели эту песню. Мы, конечно, просто сидели рядом, такие зачарованы этим. И вдруг поодаль, там, где молодежь разбивала этот лагерь фестивальный, вдруг раздался такой металлический стук топорика, по-моему, я не помню, что. Как-то металлический звук. Ну, что-то люди там постели были. И что удивительно, что этот металлический звук точно укладывался в ритм песни. Хотя это было поодаль, они нас слышать, они слышать Сережу и Стани не могли. Я о чем хочу сказать, что, конечно, как мистики здесь нет, скорее чистая наука, гармонизация пространства с звуком. Вот, наверное, это об этом. И еще один случай, это было в Старице, мы туда возили наших друзей, мы приехали из Москвы, мы хотели показать вот этот чудесный древний город. И мы зашли в храм, который вот не воссозданный у нас, скорее не помню его название, там, в общем, где-то окон нет, где-то даже не было потолка. И мы зашли в какое-то помещение, там замечательная акустика, и Сережа встал посередине и запел церковное песнопение. Ну, Сергей часто принимает участие в этих праздничных выступлениях, он едет в Москву, и там есть коллектив в храме, с кем он выступает. И он запел это, подошла Таня, и они запели вдвоем. И было такое ощущение, я даже записала и храню эту запись, достала диктофон, сработал инстинкт такой корреспондентский. И было такое ощущение, что били не двое, а если не корр, то как минимум какой-то камерный вот ансамбль голосов. Но это еще не все. Через некоторое время на противоположной стороне Волги, а там вот этот монастырь, созданный и действующий, напомните мне, как он называется? Спец. Там раздались колокола. И эти колокола тоже стали отбивать ритм того, что звучало вот в этом храме, то, что пели Таня с Сережей. Естественно, никто ни с кем договориться никак не мог. И что интересно, что сначала начиналась песня, а потом эти звуки. То есть не Таня и Сергея подстраивались под какой-то ритм, а они одновременно, вот они сливались, не зная существование друг друга. Опять же, о том, как сила искусства, вот эта магия в хорошем смысле этого слова, как гармонизирует пространство, и пространство уже живет в унисон, где не нужно ни о чем и договариваться. Ну, я, извините, захватила микрофон. В общем-то, пожалуйста, ваши вопросы. Да. Давно вас, Сереж, знаем, и вот как раз, как продолжение той песни, то вы сказали, что трепольская культура предполагала главенство женщин. Вот очень хочется спросить, а у вас, вот как в дуэте творческом, в дуэте семейном, вот кто-то есть ведущий или главный, или вам это счастливое сочетание двух людей, где вам все удается решать, ну, абсолютно на разных началах? Ну вот, спасибо за вопрос. Наверное, все-таки последний. Тут сразу вспоминается такой случай интересный, который произошел у нас на свадьбе, поскольку свадьба проходила на Украине. Вот какие-то элементы народных традиций, обрядов мы постарались тоже позаимствовать. И, в частности, вот когда мы, значит, когда нас уже провозгласили мужем и женой, родители перевязали нам руки рушничком, вышитым моей мамой, а другой рушничок был подделен прямо перед нами. И, значит, там женщина говорит, а теперь сделайте свой первый шаг в совместную жизнь. И, значит, кто первый шагнет, тот и будет у вас главным. Хотя, мне кажется, даже этого не сказали, мы даже не знаем. Сказали, ну, сделайте свой первый шаг. И потом у нас даже есть видеозапись, там видно, вот как по команде, хотя никакой команды не было, раз с одной ноги, одно время абсолютно. Мы шагнули на этот рушничок. Потом нам уже открыли тайну, что кто бы первый стал, то, значит, был бы лидером. Мы так поняли, что лидера у нас, наверное, нет. Ну, а если говорить о творчестве, то просто творчество наше немножко идет в разных жанрах. Если говорить вот о каком-то персональном, да, вот о моем песене у Сергея Музыка. О академическом стиле сегодня еще он о ней расскажет. И когда мы вместе поем, то здесь, конечно, огромная роль того, что Сергей, ну, просто необыкновенно чувствует сам дух песни. Начиная с того, что он понимает, на каком инструменте надо аккомпанировать, и заканчивая тем уже просто как он этот аккомпанемент выстраивал. Сейчас Сергей покажет одно из таких направлений своего творчества. Это песни, которые он написал на уже давно существовавшие мои стихи. Вот не так давно был у меня период, когда я писала очень много стихов, но сама не придумывала к ней музыку. И вот одно из таких стихотворений Сережа сам влек музыкальную форму, и вот сейчас он споет. Песня называется «В этом теле мы не вечны». Песня называется «В этом теле мы не вечны». И вечны все кончается когда-то, Каснут жизни, тают свечи, Словно блеклые закаты, Словно ветра дуновенье, Все в земной непрочно тверди. Так задумано творенье, Так задумано творенье, Даже сон подобен смерти. Даже звезды Умирают, Растворяются В пространстве, И вселенные сгорают. При таком непостоянстве, При таком непостоянстве, Все изменчиво земное, Но чтоб сердце не укасло, Нам дано познать иное, Нам дано познать иное. То, что смерти не подвластно, То, над чем бессильно время, Совершать свое возмездие, Что лежит вне измерений, Выше солнца и созвездий, Что ведет тебя по свету, Как задумано творенье. И за гранью жизни этой, И за гранью жизни этой, Будет новое рожденье. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В этом теле мы не вечны, Так задумано творенье. Гаснув жизни тают свечи, Будет новое рожденье. Субтитры создавал DimaTorzok Еще один такой необычный опыт написания вообще очень-очень давно уже, даже за ползабытые мною стихи. Песня называется «Молчаливый странник». Когда Сергей сыграл аккомпанемент на рояле, я сказал, что я даже не буду играть на гитаре, потому что эта песня, вообще в альбоме она записана даже в аранжировке. Там звучит клавесин, там звучит флейта, в таком немножечко старинном стиле. И наши друзья из Ярославля даже сделали такой небольшой, не клип, конечно, но очень красивый ролик, он есть в интернете, можно посмотреть. «Молчаливый странник» — это песня, как бы, мечта о такой встрече, которая, может быть, будет еще, может быть, была уже, только я не могу вспомнить. Скажи, молчаливый странник, откуда приходят люди, откуда несут надежды, прошу тебя мне, расскажи. Я жду с замиранием сердца, откуда людские души несет в океан безбрежный, и что означает жизнь. И молвил чудесный странник, а люди со звезд приходят, простое земное счастье. Их манит своей красой увидеть леса и травы, вдохнуть настоящий воздух, с огромного неба мчаться на маленький шаг земной. А жизнь означает право того, кто пришел на землю, стремится обратно к свету, сияет далеких звезд. Сказал и исчез в тихую зиму, откуда приходят люди, оставив свои ответы на мой уж простой вопрос. Я думаю, вы меня поддержите. Я хочу высказать свои восхищения той красотой и глубиной стихов, которые звучат в тайных песнях. Настоящая поэзия. На фоне того, что мы сейчас часто слышим в концертах и в телевизионных концертах в том числе, какие песни, какого они содержания, то вот эта поэзия, конечно, ее трудно переоценить. Я сейчас хочу сказать о Сергея как о композиторе. Мы сегодня многократно будем к этому обращаться. И я думаю, что совершенно справедливо сказать, что у него огромный диапазон, как у композитора. Но вот сейчас я хотела бы предложить ему показать вот какую свою грань. Музыканта, композитора, импровизатор. Ведь импровизация в музыке... Проходите, пожалуйста, в зал. Проходите. Импровизация в музыке, мне кажется, что это вообще особое творчество. Композитор — это уже великое творчество. Но вот импровизация, для нее нужны какие-то особые качества. Ну, вот какие, например? Мне кажется, смелость. Наверное, смелость, да. Наверное, находчивость. Мне кажется, что вот еще способность уловить настроение зала, с ее минутного как бы вот состояния, вот этого момента. Потому что Сергей часто импровизирует на заданную тему. Поэтому Сергей прошу к роялю, а вас прошу задать эту тему импровизатору. Есть кто-нибудь смелый импровизатор в зале? Смелый импровизатор, а есть смелый тему. Да. Может быть, что-нибудь новогоднее? Новогоднее. Очень важно. Очень актуально. Вы тогда готовьте следующее. Она будет короткая. Так вот, уже новогоднее пошло. Друзья дорогие, даже Сережа, я вас еще раз очень прошу. Вы все-таки телефоны отключите. У нас будут такие песни, которые, в общем, еще раз напоминаю, что у нас идет видеозапись. И нужно, чтобы эти песни, конечно, звучали без телефонного сопровождения. Смелый импровизатор, а есть смелый импровизатор, а есть смелый импровизатор, и теперь, в общем, еще раз напоминаю, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 вернется, но мы должны находить вот ту грань, чтобы не пережать, не перегнуть палку, но вместе с тем где-то надо поднажать. И тогда вот ребенок, ну это помогает ему, любая дисциплина вообще помогает раскрыть свои таланты. И потом просто получать самому огромное удовольствие, испытывать счастье от того, что ты чего-то стоишь и что-то можешь. А еще детские психологи говорят, что ребенок себя чувствует комфортом в рамках. Когда у него есть четкие границы дозволенного, когда он их знает, тогда он себя комфортно чувствует. Когда у него никаких границ нету, то ему сложнее даже. Опустился экран. Понятно, что сейчас что-то будет происходить. Но прежде чем этот номер сейчас будет представлен с использованием слайд на экране, Я хочу еще о Татьяне вот что сказать. В самом начале я представила как педагога. И она преподает музыку. Сейчас она преподает в педагогическом колледже. И у нее есть прекрасный просветительский проект. Она представляет выдающихся людей, космистов, художников. И вот недавно была программа о Чудленисе. И зал был очень разный. Там были и дети, и взрослые. Но просто с дыханием посмотрели эту просветительскую программу. Татьяна работала в музыкальной школе номер три, номер два. Это было несколько лет назад. И она создала великолепный коллектив молодежный. Он назывался теперь же, наверное, так можно сказать, Кладез. С удивительным репертуаром молодежь, естественно, исполняла и Танин песни, там были и другие. Но я хочу сказать, что Татьяна сама Кладез идей, проектов, ну, я уже не говорю об этом ее замечательном творчестве. И вот один из ее таких творческих проектов, ее песни, которые она сочетает с образами современных художников-космистов. И вот сейчас мы услышим одну такую песню, она называется «Ангелы». И мы увидим эти образы, которые просто, я думаю, великолепно сочетаются с этой песней. Это художник-космист Елена Войнова. Кроме того, наш большой друг, соратник. И песня эта была навеяна именно ее картинами. «Ангелы» Опускается небо на холодные крыши И становится немного ближе к земле Что-то может присниться, но не может стать мылью Только иногда, как будто бы не сначаль Чьи-то тонкие пальцы, белоснежные крылья Прикасаются к твоим усталым причам Это ангелы, ангелы небесные Прилетают к нам с далекий берегов Это песни, это песни чудесные Слышишь ты во сне, и не нужно сон Снова прячутся люди под холодные крыши И не понимают взгляда на небеса Но сквозь тонкие стены Кто-нибудь поля услышит В тишине ночной поющие голоса Это ангелы, ангелы небесные Прилетают к нам с далекий берегов Это песни, это песни чудесные Слышишь ты во сне, и не нужно сон Это ангелы, ангелы небесные Прилетают к нам с далекий берегов Это песни, это песни чудесные Слышишь ты во сне, и не нужно сон Спасибо Спасибо чудесно Как вам дети? Понравились эти картины? Понравились? Понравились Дети кивают, и дети под впечатлением Что даже кидывать не могут А я снова хотела бы пригласить Сергея Краялю Вы знаете, несколько дней назад Был творческий вечер Виктора Николаевича Бабковского Он здесь, Виктор Николаевич Спасибо, что вы пришли Еще раз поздравляю вас с вашим юбилеем Творческий вечер Это был такой замечательный фрагмент Вот я хочу сейчас вас попросить Его здесь повторить или развить Значит, Виктор Николаевич Руководитель творческого объединения Иволга Это молодые паветы, которые вокруг Виктора Николаевича Уже сгруппировались много лет А в сотрудничестве с Сергеем было вот что Виктор Николаевич, как писатель Имеет вот такой жанр, как афоризмы А Сергей импровизирует на эти афоризмы Афоризмы, естественно, это очень Какие-то краткие, яркие мысли Ну и, естественно, соответствующие должны быть импровизации Поэтому прошу вас Я еще буквально два слова хотел сказать Про наше знакомство с Виктором Николаевичем Я сейчас уже не помню, сколько лет назад мы познакомились Но совсем недавно, в прошлом году Виктор Николаевич пригласил меня посотрудничать В создании фильма, который посвящен нашему оркестру Тверскому муниципальному оркестру русских народных инструментов Поэтому мы с ним даже сотворцы И вот это сейчас будет продолжение сотворчества Уже в рамках Владимира Леонидовича статьи Да, 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 да Я этого кинул И инициаторы, создатели оркестра русских народных инструментов Так что здесь много дорогих лиц Сейчас давайте тогда... Нет, я сначала кратко скажу Вот есть такое выражение, мне не принадлежащее Любить это значит смотреть в одном направлении Вот Таня и Сережа это тот случай Сеселивые и редкие Мы начнем? Я же не знаю Поэзия это удивление, схваченное на лету Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! 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 Как из гаммы рождается Осень знает нашу грусть наизусть. Ну, я не знаю, пап, это уже было. Дождь? Нет, нет, этот фавильм был у вас на веке. Я помню, что была осенняя песня. Тоже, кстати, Петра Ильича. Сейчас мы сделаем другую, афористичную. Ну и хватит. В обществе, где быстрее и быстрее проговаривать слово «человек», остается только «чек». А то у меня хорошо получилось подразно. Парту Молодой человек, спортивного происхождения, как гущий марафон обгонит каждый, но по-настоящему бежит только он. Она такая длинная Есть люди, которые всю жизнь роют колодец Есть люди, которые всю жизнь ходят в поисках воды Но есть идущие Опять дождь Опять дождь Опять дождь Опять дождь Аплодисменты 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 Состояние колодец Играет Нужно малыша Это есть Ну это примерно Телефона у меня с собой нету Можно было бы изобразить Про поколение Ну типа Аплодисменты Аплодисменты Ну раскроем книгу Аплодисменты Аплодисменты Прежде чем выйти в свет Найди свет в себе Аплодисменты 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 Материя потеряла сознание Какие вы твоя имена? Материя потеряла сознание Одиночество — это когда ты меньше одного. Все начинается с родника, а заканчивается водой из-под крана. Ну, как-то там… Ну, по примеру. Фотомодель — это когда цивилизация несет себя вперед ногами. Ну, это да, это… Ну, это да, это… Не пьющий смотрелся изъяном. Вода. 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 Если бы знала я, что это и сон моя, О, это писал в стихах, а я несу в руках, в руках. Тайна не явная, и явная, кем-то мне оставленная знание, О чем-то не поздно, послана кем-то мне. Я несу в траву на крылах золи, покрывала траву правду говорить. Я несу в огонь и рано поутру, с нами мне умру, с нами мне умру. Я несу дождей на краю земли, вижу впереди чьи-то корабли. Нам идет мечта, нам идет добро, небо серебро, духа серебро. Сколько мне знать дано об этом пути, но суждено его пройти. Один и одинокам, но вождине срока, срока. Я несу рассвет в дальнюю беда, сколько тысяч лет по твоим следам. Я иду туда, где шумит трава, Небо синего, око синего. Я несу тебе веки и веса, Звездами меня палят чудеса. В пламя моих рук выше до небес, Знаю, ты воскрес, знаю, ты воскрес. Ты неси меня, белая ладья, Кто ты, мой король, кто ты, мой садья. Я вижу по холмах у больших камней, Тысячи аргей, золотых огней. Я несу вагон и рано поутру, Небо на другое знаю, не умру, Отдаю свой путь этой высоте. Солнце на Христе, Солнце на Христе. Если бы, зная, что это не сон. И вообще, в продолжение вот такой сказочной, легендарной, мифологической темы, хотим спеть несколько песен, которые тоже являются уже частью нас. Песня, посвященная рыцарям Граалям. Была, помню, написана как-то 23 февраля. Наверное, тоже неспроста вот такие какие-то совпадения были. Поэтому посвящается она всем рыцарям. Мне кажется, что в настоящее время, вот для нас эти легенды существуют, наверное, не просто, чтобы мы порадовались каким-то красивым сюжетом, для того, чтобы нам помочь в нашем пути. Ведь человек, который осознал уже себя стоящим на пути, он может временами как бы воплощаться в какие-то образы, уже наработанные веками, отточенные, отшлифованные, то, что мы называем архетипами. Вот, наверное, образ такого искателя Грааля, это и есть один из архетипов, который может какое-то время пробудиться в каждом из нас. Ну, что такое чаша Грааля, вы, конечно, все слышали. Неизвестно, существовала ли она на самом деле, хотя где-то вот я слышала, что где-то она хранится, я говорю, та самая. Но на самом деле это просто, это символ той цели, которую ставит перед собой человек. Создавались легенды, аж снова мы явки, оживали легенды за тонкою гранью, пройдили по свету ведомые невидимой планью. Но так где-то в долине на горе высокой, белокаментный замок стоит одиноко, то в замке король селел власть и в печали глубокой. И если найдется на белом на свете отчаянный рыцарь, что чист душой, отыщет дорогу сквозь пурю и ветер, то встретит его тот король селел. Но в том замке хранится такое чудо, на зеленой парчей золотое блюдо, на нем драгоценная чаша, они знают повсюду. Но приписаться в чашу поутру рано, кто неведет зла и речет от мана, исцелится король сеногласой, оттяжкой раны. За огненной чашей уходят герои, залет их дорогу иная даль. Отправились сотни, дошли только троге, увидел поочию светлый край. Застаются легенды с собой судьбой, оживают легенды для нас с тобою, но ждать по свету невидимо, Я не скрою, что является мне неизвестный рыцарь, то ли видится на небу, то ли снится, сияет священная пламя и навесницы. За огненной чашей уходят герои, залет их дорогу незримый свет. Солнце заканно я вижу порою, и встань, и доскачу, и был отслеп. За огненной чашей уходят герои, залет их дорогу иная даль. Отправились сотни, дошли только троге, явиво и небо, святой край. Я мило и небо, святой край. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ещё одна рыцарская песня, которая тоже... С каждой песней столько сказанной истории, я боюсь, что у нас просто времени на всё не хватит. Она была тоже написана под впечатлением вот этой темы средневековой... Вы знаете, было такое движение художников при Рафаэлита в XIX веке, тоже из Англии оно пришло. Они очень любили средние века, всё-всё-всё, что связано с той эпохой. И одна из их таких больших тем, это тема рыцарства. И вот художник Лейтон написал картину «Посвящение в рыцаре». Вроде бы ничего такого особого не изображено. Стоит коленопреклонённый молодой человек, перед ним дама прекрасная в белом, красиво платье, с волосами золотыми. Ну как бы вот такой образ настоящей прекрасной дамы. И она положила ему на плечо меч. Но это самый был, наверное, сокровенный момент в жизни средневекового воина, которого посвящали в рыцаре. И опять же, в наше время каждый из нас немножко рыцарь, немножко воин на нашем нелёгком пути. И вот такие моменты посвящения мы, наверное, тоже можем в нашей жизни переживать. Это какие-то моменты, которые ты можешь почувствовать, а можешь не почувствовать. Но после этого человек уже просто становится другим человеком, просто изменяется. Эта песня пришла ко мне именно от картины. Послушай, мой мальчик, сегодня с тобою пребудет судьба, станет явью твой сон. Замусь своё имя, оставь всё былое, сегодня ты будешь врождён. Граждённый нам подвиг, ты станешь героем, невиданной силой воспрянет душа. И в сумраке храма взойдёт пред тобою совмелом Твоя госпожа. И меч им осторожно поднимет рука. Однажды во сне ты уже испытал это счастье, И прикосновенье стального клетка Тебя наделяет безмерною властью. То власть непростая под всеми страстями, Что держит твой дух и мешают идти. Ничто в этом мире невластно над нами И что, только свет на пути. И мечта осторожна поднимет рука, А ты приклоняешь колени меж ябью и с нами. И прикосновенье стального кренка Зажгнув в твоем сердце бессмертное пламя. То пламя не даст свет, Греть не сгорая, Лишь крепнет оно в непрестанной борьбе. А тем, кто в пути, словно факел, Пылает тихо. Котом тебе. И мечта осторожна поднимет рука, Душа твоя линеца выстрела крылою птицей. И прикосновенье стального кренка Родится на свете еще один рыцарь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Эти два музыкальных столба, то есть провок музыкальный эпилог, начало фильма и конец, Людмила Васильевна пригласила к сотрудничеству Татьяна и Сергея Левитова. В финале они поют старинную песню «Вперед, друзья, вперед!» и поют ее совершенно необыкновенно, но это в следующий раз. А начало фильма Людмила Васильевна выбрала песню, которая уже давно в репертуаре Татьяны и Сергея, но именно эта песня должна была начать этот фильм. И прозвучала она в фильме настолько, она задала как бы ковертон, ключ ко всему последующему фильму. А ведь фильм рассказывает о грандиозных эволюционных процессах, событиях. Но, тем не менее, Людмила Васильевна взяла этот современный дуэт, эти молодые голоса, и исполняют они эту песню так пронзительно, что действительно эти грандиозные смыслы, которые связаны с наследием Рейха, с музеем Рейха, с самим международным центром Рейха, все это зазвучало как-то очень близко к нам, современно. И сейчас вы увидите, на экране увидите, как начинается этот фильм «Зовкосмической революции», а то, что там в фильме звучит, у нас здесь просвучит, оно что называется, «Живьем». Песня называется «Замоведная страна». За хрустальною горой, Песня называется «Замоведная страна». Сколько древних тайн сокрыла она за хрустальною горой. Песня называется «Замоведная страна». А кто смел и сердцем чист, Тот услышит тихий зон и увидит путь средь белых снегов, Тот, кто смел и сердцем чист. За хрустальною горой, Песня называется «Замоведная страна». Сколько древних тайн сокрыла она за хрустальною горой. Сколько древних тайн сокрыла она за хрустальною горой. Которая, 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 К В прошлом году, в мае, в нашей Тверской филармонии. Вот сегодня мы уже сказали, что Сергей — огромный диапазон творческий, его таланта как композитора. И я не буду перечислять, в каких жанрах он уже работал и проявил себя. Но мы сейчас скажем и услышим, мы говорим о его произведении, которое называется «Тернистый путь красоты». И я передаю слово автору. Я на самом деле сомневался, до последнего нужно ли включать вообще какую-то запись, вроде бы концерт живой и времени не так много. Но потом я все-таки решил, что я небольшой фрагмент включу, и вот по какой причине. Дело в том, что это название «Тернистый путь красоты» придумал не я. Так называется книга Людмила Васильевна Шапошникова, о которой уже Татьяна Ивановна говорила. Для меня ее книги очень много значат. Они открыли мне многие вещи, те, которые... То есть я посмотрел на многое вообще с другой стороны, благодаря ее книгам. Но то, почему я это произведение включил сейчас, в этот вечер, связано с теми драматическими событиями, которые сейчас разворачиваются вокруг музея имени Николая Константиновича Рейха в Москве. А если быть более точным, они разворачиваются уже с самого первого года, с момента возникновения создания этого музея, который был создан в 98-м году, в 89-м вернее году, по инициативе младшего сына Николая Константиновича Рейха Ивановна Святослава Николаевича. И все эти годы определенные, ну скажем так, чиновничные структуры ставили всякие палки в колеса в работе этого музея. Но при всем при этом у музея был просто уникальный меценат. Наверное, вы редко сейчас слышите о меценатстве. У нас даже президент сейчас призывает, говорит, что культура не может существовать за госденьги, и нужны меценаты. Вот такой меценат был у музея. Его имя Борис Ильич Булочник, он был, уже был председателем мастер-банка, который практически месяц назад был уничтожен. Была отозвана лицензия Центробанком у этого банка абсолютно безосновательно. То, что мы слышали по телевизору, это вообще просто какой-то детский лебедь. То есть мы об этом, широкая общественность об этом ничего не знает. Если поинтересоваться и узнать, реально никаких уголовных дел заведено не было. То есть шел целый поток грязной клеветы на Бориса Ильича Булочника. И поэтому я счел необходимым сказать сейчас это слово. Хотя, может быть, оно немножко выбивается из контекста нашего творческого вечера. И пусть этот фрагмент из этого моего произведения «Тернисты культ красоты», который посвящен Людмиле Васильевне, называется так же, как и ее книга. А книга посвящена искусству. И вообще не только искусству, а вообще тому, как красота, как вообще все великое, с каким трудом пробивается в этой жизни. Сколько приходится преодолевать терний на пути, чтобы ростки проросли. И мне бы хотелось, чтобы это был мой вклад такой, может быть, информационный, в поддержку Бориса Ильича лично и музея имени Николая Константиновича Рериха, с которым мы очень давно дружим. Вступали там я, Стань. И вот вы видите, что мы посотрудничали даже в создании фильма. В общем, звучит финальный, по-моему, 4 минуты из произведения «Тернистый путь красоты». Сейчас, секундочку. Сережа, спасибо за эти слова. Я думаю, что это совершенно не выпадает из контекста творчества и сегодняшнего творческого вечера, потому что, ну, как мы знаем, поэт в России больше, чем поэт. Мы не можем где-то жить отвлеченно на небесах, витать в облаках. И вы сейчас прослушиваете короткий фрагмент. Это финал большого произведения. Его исполняет большой симфонический, большой струнный оркестр с двумя солирующими инструментами. Это баян и фортепиано, и рояль. Это само по себе уже редкое явление. Из 20-минутного произведения мы сейчас прослушаем минут 5, да? Даже, может быть, меньше. Но вы представьте, что проходит множество интересных пластов, тем в этом произведении. И вот к финалу мы слышим, проходит образ России, проходит борьба, проходит веселье и грусть, и эдракизм. И вот то, к чему выходит в финале автор в этом произведении. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Это все славянские символы. В основном это солнышко. Тут есть и громовой знак, но вот это в круге. Вот столько солнышек нас окружает. Наверное, мы точно не одиноки во Вселенной. И много есть солнц, много галактик. И все это движется. И все это настолько непостижимо, когда пытаешься представить, а что же там дальше. Ну просто дух захватывает. Наверное, не дано это нам понять в нашем человеческом обличье. Но, тем не менее, мы можем быть заодно с нашим светилом. Мы можем быть вместе с солнцем. Так и называется последняя песня. Я открываю книгу света, Который раз открываю снова. Она рисует картины мира, Их может читать без слог. Никогда не знаю точно, Какою будет моя страница. Но, тем не менее, что строк бьет Радицей Лены, Бегу из него напиться. Ведь мы движемся вместе с солнцем, Эту тайну понять не смеем. А чтоб от чем-то положили, Женью, А хочется стать добрее. И вдруг открыл свою книгу в странстве, В его глазах отразилось море. По мне не видал ничего прекрасней, И больше со мной не спорил. Что мы движемся вместе с солнцем, Эту тайну понять не смеем. А чтоб хоть это помочь, Женью, А хочется стать добрее. Субтитры создавал DimaTorzok И ты движемся вместе с солнцем, Эту тайну понять не смеем. А чтоб хоть что-то положили, Женью, А хочется стать добрее. И ты движемся вместе с солнцем, И чем уверенней, тем быстрее. А если хочешь помочь, Женью, Пожалуйста, стать добрее. Стань добрее. Стань добрее. Стань добрее. Стань добрее. Стань добрее. Спасибо. Спасибо большое. Стань добрее. Дорогие друзья, вечер наш закончился. Я хочу сказать, истинное искусство соединяет землю с небом. Дорогие Таня и Серёжи, Ваше искусство... Признание ученика очень важное, я всё-таки скажу эту мысль. Я считаю, что Ваше искусство вполне можно отнести, несомненно, к современному русскому космизму. Желаем Вам нескончаемого вдохновения, полёта творческого и духовного. И спасибо Вам, что Вы нас, что Вы нам, Вашим благодарным зрителям и слушателям, помогаете подняться над бездной обыденной жизнью. Спасибо. Спасибо всем нам. Спасибо всем нам за культурную цереденность. Она сегодня была явно в этом зале. И я хочу пригласить на следующую встречу Тверской районской организации, на городскую встречу, которая состоится уже в новом году, 16 января. Это, ещё раз напоминаю, год культуры. И я хочу пожелать всем вот этого хорошего культурного вдохновения. С Новым Годом, спасибо большое. Спасибо.